Всем привет! С вами Диана Суворова. В сегодняшнем видео будем обсуждать и краситься новой палеткой от Urban Decay Naked Reload. Сделаю макияж, который вы сейчас видите на мне, он будет в конце этого видео. Свою палетку я заказала сразу же, как только она появилась на официальном сайте Urban Decay. И мне ее привезли Picketup, это сервис доставки товаров из США и Англии в Украину. Но ехала она довольно долго, где-то две с половиной недели, потом я укатила в Америку. Кстати, будет скоро видео о покупках из Америки и там будет много чего интересного. Подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Также заходите в мой инстаграм, вы там можете пересмотреть все сторис, которые у меня были в Америке и покупки там увидеть. И разные интересные и клевые места, так что в инстаграме я тоже всегда всем очень рада. Палетка стоит 44 доллара. По-моему, в России ее можно уже без труда купить на официальном сайте. Ну и в коннорах Urban Decay в Украине, к сожалению, все еще нет Urban Decay официально. Надеюсь, что скоро появится. Хотя надо сказать, что истерия по этому бренду уже как-то немножко подутихла. И палетки Naked перестали быть такими культовыми, которыми они были когда-то. Я помню еще те времена, когда палетка Naked 1 была просто, не знаю, ну чуть ли не слитком золота вообще в бьюти мире. И сама палетка, конечно же, просто шикарная. Она сделана из сатина, очень приятного, нежного такого материала. Она немножечко мягкая, как подушечка какая-то, знаете, как обои в каких-то дорогих дворцах. И здесь нарисованы три вот такие вот, или может быть четыре, орхидеи кофейного оттенка. Ну и написано Naked Reload. Она очень тонкая. И по соотношению, например, с предыдущей палеткой, можете видеть, что она действительно очень тонкая. Что же все-таки изменилось в этой палетке? Во-первых, текстура теней стала немножко другая, насколько вот я сегодня заметила разницу. Здесь тени более, такие, знаете, пигментированные. Текстура более рыхлая. Потому что в предыдущей палетке текстура такая более сухая. У шиммерных оттенков она, конечно, такая кремовая, маслянистая. Здесь вот все оттенки отличаются. Есть такие глиттерные, которые еле передавались кисточкой на глаз. Они только хорошо наносились пальцем. Здесь стало больше матовых оттенков. И потому что тогда матовые оттенки, они были не такие популярные. По-моему, вот в Naked Advin как раз появились классные матовые оттенки для складки века. Здесь уже матовых оттенков больше. Изменилось, конечно, предпочтение потребителей. Девушки стали больше использовать, знаете, более теплых оттенков. Вообще теплая гамма, она вошла в моду. И здесь, конечно, больше теплых оттенков. Куда-то исчезла из палетки кисточка. Так что Urban Decay можно было и оставить ее за такую цену в этой палетке. Тени по своей текстуре оказались очень сыпучими. Посмотрите, я вот сейчас набираю оттенок на кисточку. И вы можете посмотреть, что получается от прикосновения. Вот так вот это все выглядит. Когда эта палетка выходила, ее часто сравнивали с Saltry от Anastasia Beverly Hills. Это тоже палетка в натуральной гамме. И в которой присутствует вот такой вот оттенок. Такой вот красно-перстиковый. И в Saltry он тоже есть. Но мне кажется, что эти палетки все-таки как-то отличаются. Во-первых, конечно, по текстуре. В Saltry обалденные шиммерные оттенки. Здесь я не могу сказать, что шиммерные оттенки какие-то просто вау. Вот вы сейчас можете видеть у меня на глазах. Они, ну, обычные. Вау-эффекта нету такого, знаете. Обычная, стандартная палетка на каждый день. С которой можно делать, в принципе, очень простые, несложные макияжи. В Saltry она более нарядная, более такая вечерняя. Все шиммерные оттенки просто вау. Ночной макияж самого светлого оттенка. Нанесу его слегка под бровь. В качестве базы под тени я нанесла, как обычно, консилер. Не припудривала его. И это консилер Tarte Shape Tape. Следующий оттенок будет совершенно с другой стороны. Противоположный. Тоже такой в увеличенном рефиле. И его я нанесу вот сюда в качестве основы. Он очень светлый. Его практически даже как-то вообще не видно на коже. Не знаю, наверное, придется наносить сразу оттенок потемнее, который называется Bact. Он матовый. Может быть, его будет лучше видно. Так. Ну да, его уже лучше видно. И он отлично подходит для, знаете, такой базовой работы с тенями и с веком. То есть он так делает, немножко оттеняет века. Буду брать, наверное, самый темный оттенок. Он называется End Game. Так. И его я буду наносить вот сюда, во внешний уголок и в складку. Сейчас консилером высветлю себе внутренний уголок и добавлю какой-то блестящий оттенок из палетки. Посмотрим, как будет. Смотрим. На границу, вот на внешний уголок, нанесу такой шиммерный оттенок. Он такой коричневый. Следующий будет Reputation. Симпатичный оттенок такой. Нанесу вот сюда. Буду наносить следующий оттенок, самый светлый Angel Fire. Вот такой вот он. Не знаю, как он будет наноситься. На кисточку что-то еле переносится. Так, его нанесу вот сюда. Какой-то он странный. Может быть, лучше пальцем его нанести. Да, вот пальцем наносится лучше. Тон, который я сегодня нанесла, это Dior Foreo Skin Glow. Очень красивый тональный крем. Вот сейчас он без пудры и очень-то красиво смотрится на лице. Консилер Tarte Shape Tape. Буду подводить себе сейчас слизистую. Да, я уже накрасила ресницей и наклеила тоже накладные. И маленькой вот такой вот кисточкой, карандашом буду наносить тени на нижнее веко. Теперь я хочу нанести вот этот оттенок золотой. Он в предыдущей палетке Half Baked назывался. Он был очень красивый. Сейчас мы посмотрим, какой он в этой оттенке. В этой палетке я его нанесу вот сюда на нижнее веко. И вот такой макияж у меня получился. Я еще добавила матовую помаду. Это помада Dermacol Matmania в оттенке 14. Мне кажется, она сюда хорошо подходит. Макияжем я, в принципе, осталась довольна. Все получилось так, как я и задумала. Но мне кажется, что вот точно такой же макияж можно сделать более бюджетными палетками. Если у вас есть на примете какие-то варианты, которыми можно заменить Naked Reload, напишите в комментариях. Если хотите что-то из более такого сегмента, скажем, люксового, то, конечно, Soutry мне больше нравится в этом плане. Потому что шиммерные оттенки более насыщенные, более такие искрящиеся. В общем, смотрятся на глазах они не так блекло, как вот шиммерные из Naked. Здесь они прям вау. Ну и, конечно, все тоже, вся та же самая гамма коричневых оттенков. Так что вот этой я бы пользовалась больше, чем Naked Reload. Если у вас есть первая палетка или какие-либо палетки Naked, обязательно поделитесь своим впечатлением. Нравятся вам тени Urban Decay или нет? Что думаете об этой палетке? Обязательно оставляйте свои комментарии. Обсудим новинку хорошенько там внизу. Ну и мы очень скоро увидимся в новых видео. Всем пока!